Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Сегодня у меня распаковочка. Пришла вот такая вот замечательная посылочка из Китая. Пока сам не знаю, что там, но в название обязательно напишу. Давайте начинать. На самом деле я достаточно часто заказываю что-то из Китая, потому что там есть вещи, которых у нас практически не найти. Или если даже найдешь, это будет стоить или очень дорого, или в покупке будет очень хлопотно. О! О! Тут их несколько. Тогда по очереди. Начнем вот с этой. Такая плоская штучка. Так. Пока откладываем. Что я заказывал, кстати? Да, друзья, надо же рассказать, что я заказывал. Я заказывал всякие штуки для самодельчества, в частности для шитья по коже. Надеюсь, что пришло что-то из этого. Ну и для ножей. Для моих любимых ножей. Вот. Класс. Отлично. Так. Что это такое? Это у нас набор игол для шитья по коже. Их еще называют цыганские иголки. Вот. Соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук. Они стоили, по-моему, что-то около там 100-120 рублей. Чтобы вы понимали, у нас купить вот такую одну иголку, это будет стоить рублей 30. Ну, если она будет хорошая. Соответственно, реальная экономия. Ну и плюс сразу, как бы, весь комплект. Единственное, что меня смущает, так это то, что они острые. Кто не знает, друзья, для шитья по коже иголки не должны быть острыми. Вот. Все отлично. Пришел мне комплект иголок. Значит, можно шить. Покупка номер один. Так. Покупка номер два. На ощупь. Это туда же. Это туда же. К рукоделью, к шитью по коже. Хоп. Сейчас покажу, что это будет у нас. Это будет нитка. Да. Нитка специальная. Нитка вощеная. Такая шить коричневую кожу. Я специально купил. Черная у меня есть. Я где-то здесь приобретал. А вот такая вот она. Это. Она такая плоская. Кстати, интересно. Я думаю, что она будет как у другого. Она прям плоская-плоская. Но зато, вероятнее всего, будет хорошо смотреться на кожаном шве. Надо будет в ближайшее время сшить какой-нибудь кошелечек и вам показать и иголки, и нитки в деле. Так. Что касается нитки, тоже рублей 50. Мне кажется, она стоила. Да, у нас есть продажи, но у нас, знаете, продают какие-то капроновые. Но если просто мы имеем в виду швейный магазин, продают просто какие-то капроновые нитки или толстые нитки. Чтобы прям вощеные, это нужно идти в специализированный магазин. У меня в городе он один. Он достаточно далеко от того места, где я живу. И получается, получается, хоть это и глупо звучит, но дешевле, проще и быстрее мне заказать из Китая, чем поехать на другой конец города. Вот в таком мире мы сейчас живем, друзья. Давайте смотреть, что мне еще пришло. Вот такая вот посылочка. И здесь что-то длинное и плоское. Это, кстати говоря, вещь для походов, для выживания, для туризма, для командировок, для моих любимых. Вот что это. Это, друзья, ложка-вилка. Это у меня, кстати говоря, была такая. Это вот действительно потрясающе классная штука. У меня была такая, я потерял. Потерял этим летом в какой-то командировке. Просто забыл и страдал, честное слово. Вот такая вот вещь. Я сделаю тесты отдельные на нее. Покажу вам, на что она способна. Но это действительно вот вещь незаменимая. За 50 рублей вы покупаете, друзья, ложку, открывашку, открывашку для консервов, вилку, ножик, даже ножик и вот такое кольцо. Но это все тема отдельного разговора. Тоже покажу, расскажу. А так вот, вот такая вот прикольная штука мне тоже пришла. И еще один пакетик на сегодня. Сейчас вот этот порядочек доведем. Ну, такие у меня сегодня. Микропокупки из Китая я это делаю за руку. Микропокупки из Китая. Вот. Тут, судя по всему, вообще ничего нету. Но есть, есть. Это тоже прикольная штука. Это для моих ножиков. Сейчас покажу. Вот такая вот. Кто догадался, что это? Наверное, нет. Наверное, нет. Это я случайно увидел. Просто лазил по сайту и случайно увидел вот такую вот штучку, друзья. Вот такую. И это шпенек. Для того, чтобы превращать обычные ножи, ну, раскладные я имею в виду, в ножи с одноруким открыванием. То есть эта штука прикручивается вот сюда. Я на нее, кстати, отдельный обзор сниму. Я тут уже подобрал несколько ножей и буду примерять их к своим ножикам. И это прикручивается. Вот сюда. И вот так вот. Соответственно. Ну, понятное дело, что на Викториноксе работы не будет. Но вот такой принцип. То есть... Ну, сниму отдельно. Сниму, покажу. Такая, друзья, у меня сегодня посылочка. Не знаю, было интересно, полезно кому-то. Вот из того, что здесь есть, я бы всем рекомендовал взять вот такую штуку себе. И это прикольно. Да, снял я видео, вышел в подъезд и ко мне пришла еще одна посылка. Принесли прям в почтовый ящик. Вот поэтому в попыхах показываю вам еще одну штуку прикольную. Это, кстати, тоже инструмент. Я на него заглядывался очень долго. Вот такая вот насадка на УШМ, на болгарку. Шарошка. Я ее для себя назвал. Это для работы по дереву. Стоит, на самом деле, тоже не очень дорого. Ну, точнее, у нас она стоит достаточно дорого. И я бы здесь не стал бы ее покупать. Ну, а в Китае нашел, так, за достаточно приемлемую цену. Ну, и решил просто попробовать, друзья. Вот так вот выглядит. Я не знаю, что за сталь. По идее, какая-нибудь должна быть инструментальная. Я видел в интернете, когда люди делают такие штуки самодельные. Делают из подшипников. Ну, из обоим. Выковывают потом вот это все. Ох, это страшный геморрой, но оно того, наверное, не стоит. В ближайшее время поеду в мастерскую, затестирую, покажу, сделаю какую-нибудь прикольную штуку из дерева. Кто не знает, для чего это, кстати говоря, это для того, чтобы работать по дереву. Ну, например, вытачивать какую-нибудь ручку для топора, мне кажется, должна легко сделаться при помощи такой вот штуки. Вот еще одна такая вот прикольная штука из Китая. Мне нравится. Это был канал Миклуха Макфлай. Друзья, не бойтесь покупать вещи в Китае. Делайте что-то своими руками. Ходите в походы. С наступающим Новым Годом. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова